Виноградная лоза и пение сверчков. Геннадий Рахмилов стал первым председателем Союза горско-еврейских писателей. О семье, музах и горско-еврейской литературе расскажет Любовь Горчакова. Впервые свое стихотворение в интернете Геннадий разместил 7 лет назад и получил положительные отзывы. Теперь на его странице больше 300 текстов и 22 тысяч подписчиков. Но когда мне удается заняться творчеством, я с удовлетворением потираю ручки, вот как если бы вы сели есть торт, десерт, который вы любите. Вот когда у меня появляется время, вот такие же ощущения у меня внутри. Одна за другой вышли его книги «Дороги жизни» Лев Нахшунов и «Сочинение между делом», в которой собраны произведения о родине, войне, семье, творчестве и любви. В работе новая книга «Оглобинские рассказы», которую Геннадий посвятил своим предкам. Несколько поколений рода Рахмиловых жили в Дагестане. Бабушка Геннадия Истир Рахамимовна была последней еврейкой Оглобей, покинувшей село в 1994 году. Село еврейское оно было. В 1813 году, когда появилась возможность понимания, кто живет в этом селе, то есть была перепись или что, это было горское еврейское село. Но постепенно, так или иначе, евреи оттуда уехали. Уехали в основном после революции. Геннадий начал писать стихи еще в юности и не переставал пробовать себя в разных жанрах, вдохновляясь городом своего детства – Дербентом, с которым связаны лучшие воспоминания тех лет. Когда ты приезжаешь в свой родной город, как младенец в утробе матери, ты в свою натуральную среду попадаешь. Там и воздух, и все другое. И еда другая. Ну, по идее, это особый случай. Каждый раз, когда в семье Рахмиловых рождался ребенок, бабушка Истир сажала садовое дерево. Появление Геннадия ознаменовал черный тутовник, а когда родились его сестры, в саду появились деревья граната и хартута. Писатель создает свои традиции. Каждый юбилей он планирует выпускать сборник новых стихотворений и рассказов. Но когда мне удается заняться творчеством, я с удовлетворением потираю ручки, вот как если бы вы сели есть торт, десерт, который вы любите. Вот когда у меня появляется время, вот такие же ощущения у меня внутри. Литературное творчество и возможность издавать свои произведения дарит писателю счастье, которым он делится и на своей основной работе в коммерческой компании. Каждый день рождения я дарю книжки каждому сотруднику. У всех они есть. Недавно я узнал, что у самого старого сотрудника нашей компании Оскара нет моей книги. Вот я был удивлен. В конце ноября Геннадий Рахмилов возглавил Союз горских писателей, первое собрание которого состоится 10 декабря в 18.30 в общинном центре горских евреев в Сокольниках. На повестке дня обсуждение планов по развитию творческого сообщества и концертная программа.